Впервые решил поговорить на камеру и рассказать вам о сегодняшнем дне. So, let's talk about... Короче, что сегодня у меня произошло? С утра приходит смс-ка. Dear Andrey Trushkovsky, you received check in your email box, please check it out. Короче, спускаюсь вниз, проверяю почту. Действительно чек на 1820 долларов. За что? Почему? Почему мне? Почему сегодня? Ума не приложу, но сейчас иду в банк, попытаюсь его обналичить, потому что друзья мои, знакомые рассказали, что здесь очень много мошенников, людей, которые пытаются кинуть тебя на всем подряд. Но в любом случае, может быть, сегодня я стану богаче на 1820 долларов, ну, минус процент за снятие. Ну, и еще у меня случилась беда. Два дня назад я бегал, и вот как бы результат моей пробежки на лицо, точнее, на голеностоп. Что касательно чека. Вот он на мое имя, на 1820 долларов, то есть я не обманываю, что мне самому себя обманывать. Я иду в банк, надеюсь получить свой маленький джекпот. Вот банк, Valley National Bank. Вот такси, перебегаю с больной ногой. Вот, видите, прошу прощения за тряску. Вот я, захожу. Hi, how are you? I need to cash it out. Мне сказали, что я могу обналичить этот чек только в своем банке, поэтому сейчас я буду направляться в свой банк и пытаться это сделать еще раз. Джеки Чан еще не знает, какая опасность его ждет впереди. Вот. Вот как они это делают? Такая жопа и такая маленькая талия. Вообще не понимаю. Даже пожарную машину на нее вызвали. Пожар горит просто пламя. Влом уже виднеется мой банк. А-а-а. Ну что ж, попытка номер два. Cash, money, там пыры-пыры, все дела. Блин, все так, серьезно. Hi, how are you? I received this check today and I was in Valley National Bank and they said that I need to deposit it here. Забрали чек, сказали, чтобы я обратился в полицию, что этот чек фейковый, что кто-то меня пытается на... как это по-русски будет, забываю слово всегда. Не знаю, может быть, сейчас позвоню копам. So let's talk about... Сижу и думаю, обращаться в полицию или не обращаться, потому что помимо чека я еще получил смс-ку, где было сказано, типа, проверьте свой почтовый адрес. Поэтому я могу подойти к полиции, объяснить им ситуацию, сказать, что так и так получил чек, показать фотографию чека, потому что чек у меня забрали. написать этому парню или девушке, не знаю, кто там, что все кул, деньги положил на свой счет, давай встретимся и сделать такую тайную операцию. Можно попробовать, правильно? С меня-то не... Хотя вдруг меня как соучастника заберут куда-то. Не хочу, не буду. Короче, я позвонил своему другу, спросил у него, как бы он поступил на моем месте. Он сказал, что я могу вызвать полицию, но это затянется на несколько часов и, скорее всего, меня будут привлекать к разбирательствам с этим человеком. И он тебе рекомендует мне сэкономить время и нервы и не делать этого. Но я решил написать этому мужику и сказать, что так и так я вызвал полицию. Удачи ему. So, let's talk about. Сегодня с утра я должен был улетать в Лос-Анджелес, но ночью мне позвонил мой знакомый и говорит, Андрюха, четкий ты пацик, конечно. Андрей, не интересно ли тебе посниматься в таком-то, таком-то проекте сегодня? Я сказал, что, блин, конечно, очень интересно, но я уже купил билеты, поэтому в 10 утра я улетаю. Но, как вы все понимаете, я до сих пор в Нью-Йорке, а значит, я принял его предложение. Поэтому скоро я покажу, что это будет за съемку. Это единственный аргумент, который заставил меня остаться и поменять свой билет на завтра. So, let's talk about. Как там ваши дела в офисе? На заднем плане замок Золушки или кого-то еще из Валдиснея? Я вообще не знаю, что это за здание. Но пока я иду к месту встречи со своим другом, откуда мы вместе направимся на съемку, о которой я говорил ранее, я хочу провести небольшой конкурс среди вас, всех подписчиков или смотрящих. Смысл конкурса будет таковым. Вы пишите комментарий снизу, где отмечаете своего друга. И в рандомном порядке, через сайт random.org, мы выберем одного случайного победителя, которому я куплю билет в Лос-Анджелес и поселю на неделю в отеле. Поэтому погнали. Поверили. Лохи. Не, ну серьезно, какой розыгрыш, о чем вы говорите? Ну, если подумать, да, вот вас 20 подписчиков у меня. Я вас всех очень сильно люблю, уважаю. Причем, что трое из них это фейковые страницы, а двое это мои родственники. Но в любом случае, 20 человек. Среди 20 человек, ну пусть еще вас человек 300 посмотрит. Ну пусть там, я не знаю, 15 комментариев будет в сумме. Ну пусть 35, я не знаю. Среди 35 людей разыграть билет в Лос-Анджелес и неделю проживания в отеле, да это же минимум 2 штуки баксов. За 2 штуки баксов я могу себе накрутить миллион просмотров на YouTube. Многие из вас спрашивают, как моя нога. Отвечаю, плохо. Болит. Очень болит. Хромаю. Да ладно, никто не спрашивал, я пошутил. Вам вообще всем наплевать. А вот наша команда. Раскладывают оборудование. Я пока пью кофе. Раскладывают свет. Вся остальная херня. Ну то есть, все масштабненько, как вы понимаете. Блин, 3 с 3 я ударил. Вообще вы опять повелись. Это вообще непонятные какие-то люди, да, что-то снимают, да, что-то раскладывают. Но я не имею к ним отношения. Я иду дальше к своему другу на 33-ю стрит. А сейчас только 17-е. Опаздываю. Барон? Барон Букин? Ладно, ладно, что вы надулись. Не обижайтесь на меня. Хотите конкурс, давайте конкурс. 100 долларов тому, кто угадает, сколько пальцев я держу за спиной. Одна попытка. И это конкурс на время. У вас есть 10 секунд, чтобы написать. Это были самые нудные 10 секунд этого видео, но мы не успели. Правильный ответ. Три пальца. Три пальца я загнул, осталось два, поэтому два я держал за спиной. А вы что, подумали три? Нет. 22-я улица, а я уже тиху как сучка. С утра проснулся, был дождь, потом было пасмурно. Сейчас плюс 30 где-то. И не дождь. И не пасмурно. А солнечно. Солнечно. Пользуюсь моментом, пока стою на пешеходном переходе, хочу передать привет маме. Мам я покушал, шапку не ношу, на улице тепло. Но есть свитер в рюкзаке. Поэтому, если станет холодно, то ты, главное, не переживай. А я все еще иду под знаком 25 лимит. Мне 26, почти 27. Я нарушаю. Мама гриминал. Ну, короче, пока я иду, хочу вам кое-что рассказать. Доказать я это не смогу, но у меня есть свидетели. Вчера ходили в прикольный ресторан, кушали устрицы, лобстеров, вино пили. Я не ел, у меня нет денег. И, короче, когда вышли на улицу покурить, опять-таки, я не курил, у меня нет денег, да и я не курю, и вы не курите. Сидели на лавочке, и я такой поворачиваюсь направо, ну вот так, типа. А там идет, знаете кто? Знаете кто? Знаете кто? Актер, который играл брата Фиби, чувак, которому Фиби родила тройню, идет на таком расслабленном с какой-то подругой на белой рубахе. Ну, видно, что он заметил, что я его узнал, потому что я показал ребятам, у нас было 5 человек. Они все повернулись, начали кричать ему, эй, ты! Ну и он такой. Да, детка, это я. Я хотел с ним сфоткаться, но он не хотел со мной сфоткаться, поэтому у нас какой-то контакт произошел. Я ему пару реплик из сериала сказал, спросил, он до сих пор женат на той учительнице, которая старше его в два раза. Ну, короче, пообщались по душам, но вообще он ушел сразу. Конкурс номер 4. На этот раз серьезно. Угадай улицу, по которой я сейчас перехожу, вот. Номер улицы угадаешь? Ладно, я реально хочу, чтобы это был конкурс, поэтому тот, кто угадает в эту улицу, по которой я шел, получит ужин на двоих в киевском ресторане от меня. Это я организую с любой точки в мире, поэтому действительно, я сейчас сниму следующую улицу, и если вы напишите правильную цифру по прошлой улице, то вы получите ужин на двоих в ресторане Фэймус. 27-я, следовательно, прошлая улица была 26-й. Здесь копы ездят на разных машинах, вот абсолютно от бронированных до сверхприкольных. Лучше бы уже на Ламаса брали. На Ламаса летали. На Ламаса летали. Самые позитивные копы. Здесь вообще все всегда нарушают. Тут на всех. Кроме автомобилей. Итак, пятый конкурс от Андрея. Я пришел на энное количество минут раньше, и мне приходится ждать своего друга, который стоит, я его уже вижу с другой стороны, но в любом случае, конкурс такой. На сколько минут я раньше пришел? На 5, на 10 или на 15? Победитель получит фотографии вот этих часов. А вот это мой знакомый. Правда, я уверен, что после этого мы с ним сблизимся, станем друзьями, может быть, даже кровными братьями. Некоторые из вас, наверное, надеются на то, что мы станем любовниками, но я подхожу, смотрите, опять на красный. Привет. Куда мы ездим? Пожалуйста, будьте позитивны. Всегда будьте любовник, всегда будьте позитивны. Эндрю и Питер. Мы едем в Нью-Джерси, и общаемся там на какие-то темы, неважно, просто общаемся. И тут я поворачиваюсь влево оттуда. Почти пустой вагон. Ну, то есть... Очень мало ли. Даже девушек с рассевок нету. Да, но я вам сейчас покажу. Вообще одна девушка на весь вагон. Я поворачиваюсь налево и вижу, как мужик просто вот так вот. Мы охерели. Я не решился заснять, потому что огромный черный парень послает елду в метро. Думаю, вообще жесткий очень. И на следующей остановке он засмушался и ушел. Вот так вот. Ну, бывает. Короче, мы в Нью-Джерси и пересели уже в машину. Едем к пункту отправления. Иначе я это не назову. Там будет реально очень интересно. К пункту назначения. К пункту назначения. Все как в кино. Поэтому Keep 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 us updated. Keep watching. Keep watching. Мы едем уже довольно-таки долго. Смотри, он тут здесь снимает. Он тебя спонит. И все время я смотрю на водителя и надеюсь, что он не начнет доставать свою елду. Ха-ха-ха-ха. Потому что, как я понял, шанс есть у каждого. Главное желание. Я все вижу. Просто, чтобы вы поняли, что без причин я бы его не подозревал. Салфетки на пассажирском сидении прям под рукой. И я очень люблю ее. Поэтому я слышу, что она украинская. Но, верите мне, эта не только красивая, она и младшая. Она и младшая. Салфетки на пассажирском сидении. Да, но... Просто... Так что, давайте поговорим о... Как вы видите, мы в огромном вертолетном ангаре. Где... вертолеты. Брифинг прошли. Сейчас будем примеряться, кто где будет сидеть. Я готов. Надеюсь, пилот тоже. Ну, перед полетом осталось сделать последний штрих. Поправить галстук и... Волксулл-стрит готов к своему полету. So, let's talk about... On snap the flap and slip the top of the vest over your head. Speaking of... Just don't do this. Be perfect for me on the outside. Полетели? Мы с Петей уже в вертолете. Готовы взлетать. Пожелайте нам удачи. Пилот, девушка. Не пилот. Поверимся в рамках. Один и два миллиона долларов США. По-моему, к концу полета мое сердце будет биться как хронограф этих часов. Ну, окей. Пилот, девушка. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok